Инстасторонку он завел 4 года тому, но даже не ожидал, что она наберет такую популярность. Про взаимно-познавальные публикации молодой человек делится с подписчиками тем, что для него главные жизненные приоритеты. Это любовь к Беларуси и беларусам, захопление родной природой, культурой и фольклором. Игр и разговаривает, и ведет сторонку на уникальном Мазырско-Туровском диалекте. Любовь к земле и працевительность, она и створяет Беларуса, сучасного Беларуса. И, благодаря этому, мы такие, какие мы есть, и вовле створим то, что мы сейчас имеем. И, возможно, мы будем и далее все створать, когда мы будем нести наше поколение, будет нести эту любовь до своей земли и до працы своим детям. И так просто годы, просто годы, и мы будем так истиновать далее и в квитнете. Дед Янкель – соправдный казачник. На его рахунку первый надрукованный сборник, який так и называется «Дедовы казки». До речи, иллюстрации до книги Игорь малявал сам. Захопление казками не выпадково, бо миновита народная творчость допомагает казать на питание, кто ж такие беларусы. Беларусь, янзовщоды, повинен переодольвать тяжкости у казках. Гэта ганима, как бы он там лежал на печи, что-то там ковер ему накрыл стол, так смогут. Нет, такого нема. Беларусь, янзовщоды, у фольклори, янзовщоды, змагается с нечим, с внешними факторами, с природой, с самим собой. Вот гэта цікавность зазирнуть. А гэта не зазирнул. Разумеется? Гэта змаганне с самим собой и вовле с житем. И мы же ведем, вот эта широкая такая ведомая фраза, что жизнь гэта взмагаться. И вот Беларусь, он взмагается, он живет. Зараз Игорь Гайкевич працует над другой книгой, читая лекции про особливости життя Палешуков. А еще молодый человек планует поширить свою блогерскую деятельность и выйти на просторы Ютьюба.